Межведомостный профильный лагерь по основам безопасности житедейности все лета в 19 раз собрал юных выратовальников пожарных в Зусею в области. Однако, первым, чем трапеть, сюда яны прошли отборочные туры, показали свои веды и умения дейничать в надзвычайных ситуациях. Региональные этапы охопили каля 4 тысяч школьников. До финала дошли только 100 мацнейших. Им и довелося прожить в профильном лагере 9 дней, наполненных творчими, интеллектуальными и спортивными баталиями. Это проект Каштоун не только профилактичной работой с молодью, а и профориентационной. Бывшие учащиеся профильных классов и те, которые принимали участие в слете, уже на сегодняшний день учатся на 3-4 курс в нашем университете гражданской защиты. Некоторые, благодаря этой профориентационной работе, они остановились на этой профессии благородной, выбрали и в настоящее время проходят службу в рядах пожарных спасателей Гомельской области. Я испытываю гордость, наверное, что достойная смена растет действующим спасателям пожарных. И мы будем и дальше продолжать эти традиции. Школьников шокали серьезное выпробование. Например, 100 метров, подчас какой требовало переодолевать пирожкоды, им гненно рыхтовать пожарную технику и навод тушить полами. А кроме боевого разгортывания, экзамен по основах безопасности життедейности, до урочебной допомозе, строевой под рыхтовцы и усталевцы туристичной палатки. Увы, некусь 10 команд, пироможцей стала сборная Гомельской школы номер 9. И она, утромливая за собой звание лидера, уже пятый год за пар. После каждого конкурса знаем результаты и считаем баллы. И, в принципе, уже к концу понимали, что у нас первое место. И так как я опять пять лет езжу, мне уже как-то более привычнее. Но видеть радость на лицах совсем юных членов команды – это невероятное ощущение. Знания, привлеченные в этих конкурсах, очень сильно помогут нам в будущем. Так как, как говорится, тот, кто предупрежден, тот вооружен. Уся грамоты и подарунки отрыманы, а ли расслабляться рано. На пироде у пироможцев – опошний республиканский этап. Ее надбудется у вероятных этого года в национальном детячем, адукацинно-оздоровленшем центре «Зубраня». Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Игорь Марышенко, телерадио-компания «Зубраня»